Значит, речь пойдет о оценке патологам материала эндоскопических диссекций эпителиальных образований, эпителиальных колоректальных образований, коими мы занимаемся на протяжении некоторого времени в мультидисциплинарной команде. Сначала, конечно, хотелось бы поговорить немножко о классификации, потому что есть такие особенности и некоторые нерешенные проблемы. Во-первых, структура строения стенки толстой кишки, она, в принципе, как и напротив всей кишечной трубки, она одинаковая состоит, включает в себя слизистый, подслизистый слой, мышечную пластинку и наружный слой. Но при этом в толстой кишке ТН-ситу и к ТН-ситу, то есть ракам, так называемым, неинвазивным, относят все опухоли, локализующиеся в пределах слизистой оболочки, то есть включая собственную пластинку и мышечную пластинку. При этом туда входят как дисплазия высокой степени, так и инвазивный интермуказальный рак, то есть признаки инвазивного роста в пределах слизистой оболочки и мышечной пластинки. Они являются ТН-ситу. Почему так происходит? Потому что риск метастазирования в этих ситуациях, связанных с особенностями строения сосудов, он минимален. То есть по некоторым данным вообще равен нулю. Поэтому, собственно, вот все это идет в ТН-ситу. Т1 в толстой кишке считается только при наличии инвазии в подслизистый субмукозный слой. В классификации ВОЗ, по крайней мере, четвертого издания, в разделе аденокарциномы, вообще абсолютно точно написано, что аденокарциномы являются только те, которые являются, инвазируют в подслизистый слой. То же самое. Но у нас есть противоречие в чем? Потому что в системе ТН-8, уже сейчас, да, Указана кодировка ICD-C, да? То есть фактически ТН-ситу и Т1, они все относятся к С. При том, что по системе МКБ, в которой работают наши оргметодотделы, все раки инситу относятся к категории D. Но здесь, на самом деле, не очень сильно сказать, что так решенный конфликт небольшой, но никак он не может решиться. И мы каждый раз, наверное, практически по всем случаям, мы решаем эти вопросы именно с нашим оргметодотделом. Потому что в какую категорию, в какую группу это пойдут? В группу D доброкачественных или в группу C злокачественных? Поскольку биологически, биологически мы же видим инвазию, да, которая, собственно, вот эта вот 3D-модель, разработанная еще в 85-м году, да, ТК-хаши, правда, на примере рака желудка. Поэтому для того, чтобы отличить хай-грейд дисплазию от инвазивного рака. В случае аденокарцинома толстой кишки, я думаю, что структура-то та же самая инвазия, но именно стадирование будет уже по-другому. Ну вот вам пример. Сейчас вы видите перед глазами. Это фокус, да, фокус. Это ЛСТ-образование. Фокус аденокарциномы, то есть так называемые биологические аденокарциномы в аденоме. Зона аденокарцинома указана стрелочкой. И в этом образовании мы видим в центре именно структуры внизу интрамуказальной карциномы, то есть с учетом той 3D-схемы. А сверху группа низкой степени и высокой степени дисплазии. При том, что стадировать, про стадирование ТНМ нам все понятно. Она инвазирует в мышечную пластинку, значит мы называем это М3. По стадированию ТНМ это ТН-ситу. А вот что нам делать с C или D, на самом деле пока остается вопрос открытым. Может быть у кого-то есть какие-то комментарии, потом в конце будут по этому поводу. Мне даже будет интересно, как вы решаете проблемы эти у себя. И тем не менее я нашла случай, кейс-репорт корейский автор. Корейский автор опубликовали, при котором абсолютно все доказано. Дата инситу после ляпароскопической резекции, хирургической резекции кишки. Через какое-то время обнаружены были метастазы в лимфатические узлы, отдаленные метастазы ворота печи. Так, теперь вот это о классификации, что хотелось сказать. Переходим к практике. Подготовка резектата важный момент, но вы наверное все это об этом знаете. Просто вот эти пункты, они должны быть, они важны. Потому что если этого всего не сделать, это не просто затрудняет нашу работу. Но в итоге вы не получите собственно той отдачи, которую вы хотите. Входные данные, которые мы хотим получить от врачей-эндоскопистов, собственно, ну наверное всем известны. То, что надо локализация, макроскопический тип ЛСТ, изъязвление, размеры. Потому что размер мы потом сравним со своим и так далее. Это все важно. Это важно потом для обработки каких-то статистических данных. И естественно ваши указания, это все-таки фрагмент. Фрагментировали вы это. Или у вас это удалено англо. Включение эндоскопических фото, ну это по возможности. Да, и на самом деле у нас есть база эндоскопическая. Мы можем в любой момент выйти, посмотреть эти эндоскопические фотографии, к счастью. Но по опыту скажу, что не так часто я туда заглядываю. Если есть вся информация, вот например вот такая. И нам порой, в большинстве случаев этого достаточно, то, что вы напишите. И поэтому вот когда вы все это напишите, и много ничего не надо будет делать. Результат от этого будет зависеть, и результат должен быть хороший. Переходим к странным словам. Значит вообще маппинг это общее, да, что такое это общее слово. Очень много значений, прикладных значений. Но мы-то с вами будем говорить о маппинге топографическом. То есть это тот маппинг, что происходит дальше с этим десектом, который вы удалили. Естественно, я не могу здесь не вспомнить Японию, где вот именно этот процесс маппинга, он достиг уже совершенства. То есть весь материал, причем не только эндоскопический, хирургический в том числе, очень долго исследуется. То есть потолок может часа три, наверное, сидеть, измерять, резать. Понятно, что два миллиметра фотографировать. Не понравилось ему как-то фотографию, он перефотографирует. И вот так это все длится. При этом он еще рисует на листочке. Каждый кусочек маркируется отдельно. С учетом, у них есть цифровое обеспечение всего этого, маркировка. И в итоге мы получаем вот такой. Это даже не эндоскопия, это хирургический материал. Вы посчитайте, сколько там кусочков. Это заключение на английском языке. Слава Богу, там можно это все прочитать. Что и как там описано. То есть это материал резекции толстой кишки, подвздошной и толстой. Вот, и сколько тут кусков-то получилось? Ну, около 500. Да, то есть вот представляете, сколько врач-патолог эти куски исследует. Вот, и в результате что мы получаем? В результате мы можем находить вот такие сидячие зубчатые аденомы в одной крипте. Да, задействованы в одном крипте. Более того, после этого мы можем, мы можем, не просто даже, мы можем локализовать четко, в каком уже это, в участке кишки это было. И находить такие вещи, которые, наверное, они первые, в общем-то, и находят. Ну, вернемся к Ярославу. Плоские образования достаточно понятно, четко. Н-блок, когда они удалены, их не так сложно исследовать. Два миллиметра толщиной, края, первый кусок, второй кусок и так далее. Маркировка вертикального края, у нас есть краска, которую мы маркируем. Если есть маркировка анального, орального, мы делаем разные цвета. То есть в препарате это все будет видно. Собственно, вот результатом, как пример, это красивый, интересный новый процесс, который только первый раз вообще описан, что это в четвертом здании ВОЗ. Зубчатая аденокарцинома в данном случае, она абсолютно в начале, это самая начальная инвазия в СМ, то есть в последний слой. Поэтому это уже Т1, да, байдинг здесь ноль, это я позже об этом скажу, об этом. Вот. И, в общем-то, наши эндоскописты просят еще в данной ситуации классификацию по кикучи. Это верхний слой, это верхний участок последствия слоя, поэтому по кикучи это СМ-1. Достаточно низкий риск, в краях ничего нет, в сосудах тоже, и, собственно, и на этом можно просто дальше наблюдать пациента. Все хорошо будет. По полиповидным образованиям мы нашли очень рабочую схему. Почему это из, ну, вообще это из канадской презентации? То, что разрез полиповидных образований зависит от его размера. Но самое главное, чтобы в разрез попадала ножка, потому что весь рост и край резекции должен быть где-то в центре, и мы должны опять-таки определить, есть ли там рост в крае или нет, потому что в данном случае край будет ножка. Основание. Ну, это вот такая вот, как вариант, пример, аденомы. Здесь low-grade аденомы, собственно, инвазии здесь нет, просто вариант, что это красивый такой процесс. Как срезать так, чтобы вот не отвалилась ни одна ворсинка, это очень сложно, потом их подкладываешь, вкладываешь, поверьте, этот процесс очень тоже непростой. Вот, в случае, если мы видим все-таки инвазию в образованиях молекнизированных полипов на ножке, то здесь мы используем другую классификацию, классификация хагет, зависит от того, до какого уровня в ножке идет инвазия. Но это, естественно, под слизистый слой подразумевается, да, то есть мы говорим о Т1. А вот схема для, когда, вот то, что мы о чем, да, сегодня много раз говорили, когда берется фрагментами письмил, здесь каждый раз это импровизация, потому что какой-то схемы для обработки письмил нет. Но мы должны понимать, что, в общем-то, оценку горизонтальных краев в данной ситуации мы уже потеряли. Мы не сможем их оценить никаким образом, поэтому она РХ будет уже изначально. Нам самое теперь важное, что нам нужен вертикальный край. И вот буквально перед отъездом нам эндоскописты принесли вот такую вот интересную вещь, она 4 сантиметра в размерах. В общем, у нас свой маппинг, да, вот как мы можем, так и делаем. Подкладываем. То есть в данном ситуации мы переворачиваем каждый кусочек, находим участок, где под слизистый слой, здесь он обведен, да, кружочком, мы его маркируем красочкой, вот, красим, переворачиваем и нарезаем так же 2 сантиметра каждый кусок отдельности, маркируется каждая отдельность. Мы, в принципе, если мы находим где-то участок карцинома, мы рисуем эти кусочки, мы потом можем определить, в какой зоне это был рост. В данной ситуации я уже знаю, что оказалось, что это оказалось аденом лоугрейд, то есть здесь не обнаружено было никакого инвазивного роста. По гистологическим типам образования останавливаться особо не буду, они вот все основные здесь есть, да, эпителиальные именно образования. Тем более, что четвертое здание – это по четвертому зданию, а вот пятое здание ВОЗ сейчас находится в печати, и мы его буквально ждем, и скоро уже закажут. Переходим к следующему интересному слову под названием бандинг. Вообще про бандинг тоже начали говорить в Японии еще в 90-х годах. Много-много разговоров, исследований, проб. А вот каким-то решающим толчком уже, да, это было вот это вот исследование швейцарского ученого, где он уже определял молекулярную подоплеку этого бандинга. И в итоге вот этого исследования мы можем сказать, что такое бандинг, определение бандинга. Это совершенно не то же самое, что дифференцировка, это совершенно не то же самое, что такое лимфовоскулярная инвазия. Это новое понятие, оно подразумевает под собой наличие определенных клеток, единичных кластеров, которые не похожи на основную опухолевую массу, и находятся они в инвазивном росте. И более того, профессор Лугли доказал, что эти именно клетки бандинга, они имеют определенную мутационную нагрузку под собой несут, которая тоже отличается от основной опухоли. И поэтому эти участки и наличие этого бандинга нужно определять и стадировать. Чем больше его, тем больше вероятности и более высокий риск впоследствии инвазии метастаза. То есть тюмер бандинг ассоциируем как в инвазии лимфатические сосуды, метастазами в регионарные лимфоузла, а также и отдаленные метастазами. Это доказано впоследствии несколькими тоже авторами. Но если мы все-таки видим в препарате инвазию лимфатические сосуды, в данной ситуации уже нет смысла оценивать бандинг, поэтому мы будем уже действовать, зная о том, что есть инвазия. Это и так высокий риск, это и так, скорее всего, хирургия впоследствии. Это картинки из этой же статьи. И вот в 2016 году собираются эксперты, гастроинтестинальные патологи в Швейцарии и создают консенсус, объединяются для того, чтобы определить, как же все-таки его считать, чтобы все считали приблизительно одинаково. Поэтому приняли такую систему увеличения 20, объектив 10. Вот на этом поле зрения приблизительно, какое здесь описано, трехстепенная градация этого бандинга. А вот вам покажу сейчас на примере, как это все делает. Аденокарцинома толстой кишки. Мы находим участок, где этих бадов больше всего, в инвазивном компоненте. И дальше просто начинаем на увеличении, на увеличении 200, на котором нам рекомендовали, и начинаем дальше просто считать. Здесь насчитано 10, значит, бадинг здесь будет третьей степени. И, в общем-то, это высокий риск дальнейшего. То есть это самая максимальная степень бадинга. Подводя и доки, что должно включать в себя патолого-анатомическое исследование материала эндоскопических резекций и диссекций? Все вот эти пункты при возможности должны быть включат. И, конечно же, основной и ключевой момент это лимфатическая и венозная инвазия, а также положительный вертикальный край, после чего при наличии положительных этих факторов должна быть собрана комиссия и решение вопроса о дальнейшей хирургической тактике пациента. В заключении хотелось бы сказать, что да, это сложно, это все затратно, но это того стоит. Мы получаем очень хорошую отдачу от того, что мы так работаем. В итоге, когда мы уже привыкли так это все описывать, у нас получается все гораздо быстрее и проще. Можно подогнать все-таки под местные патолого-анатомические отделения, попробовать так, есть айфоны, можно фотографировать на них и так далее. И все получается, все получится рисовать, насколько это возможно, потому что все-таки наше исследование – это ключ к дальнейшей тактике пациента. Спасибо большое. Спасибо большое. Вопросы есть? Мне кажется, здесь должно быть такое хорошее количество вопросов, интересных, потому что очень. Спасибо большое за интересный доклад. Новые слова – это всегда очень приятно. И мы… Очень классно, когда мы еще понимаем, о чем вы говорите периодически. У меня вот какой вопрос. Если мы подозреваем, что где-то будет место глубокой инвазии, и хотим его вам маркировать, можем ли мы сделать это иглой, как мы обычно маркируем края опухоли, или мы разрушаем вам материал, и вам не посмотреть это место? Вы имеете в виду вертикальный край? Не надо ничего маркировать. Лучше именно правильно его подготовить, как я сказала, а уж у нас этот срез делается так, как надо. И ваш материал подозрительно в любом случае попадет в наш препарат. И еще один вопрос. Ну, мы разговариваем о пациентах, которые удаляются диссекцией. Понятно, мы всегда растягиваем образование. Если мы делаем резекцию, если мы подозреваем, что это карцином, конечно, мы растянем тоже. Но бывают ситуации, когда ты делаешь, например, холодную резекцию петлей или удаляешь какие-то небольшие образования, не растягиваешь им их, и до вас они в таком скукоженом виде все доезжают. Вот есть ли у вас какой-то лайфхак, который вы можете поделиться, чтобы вам потом этот материал исследовать легче было? Ну, к сожалению, либо доставлять его сразу же, то есть нефиксированным, тогда нам будет проще. А если вы это фиксируете, то лайфхак не будет, он все равно, нам придется с ним немножко повозиться. То есть мы можем раскладывать это на бумажку? Если вы разложите его и прикрепите, тогда да, мы вам спасибо огромное за каждым сайтом. Все, спасибо. Даже материал биопсии. Еще можно вопрос? Спасибо большое за доклад. Сейчас все больше используется холодная петлевая резекция, и мы знаем, что материал мы извлекаем путем аспирации его в канал инструментальный. Пока он пролетает через канал, через все эти кнопки, коннектор в банку, он очень часто повреждается. И тот, грубо говоря, целенький полип, который там или не полип, который мы срезали, он пока дойдет до ловушки, он приходит уже поврежденным. Насколько трудно оценивать такой материал? И второй вопрос. Насколько актуально извлечение вот таких вот новообразований все-таки каким-то другим способом? Потому что большей частью они заведомо доброкачественные, речь идет уже, может быть, не о вопросе радикальности, насколько мы его удалили, мы глазом все-таки это видим, тоже, что мы в пределах здоровых тканей его иссякаем. А просто оценка его типа? Если вы имеете повреждение как дефрагментация, то это уже идет как письмин, материал. То есть горизонтальные края без оценки остаются. Мне кажется, что есть то, что Алексей говорит, так слишком радикально, я считаю, что мы всегда все видим. Нет, мы предполагаем с большой долей вероятностью. А вот эти 1, 2, 3% погрешности, когда мы ошибаемся, вот в этом-то случае нам и нужна качественная оценка морфологическая. И тут, конечно, это слабое место излечения метода. Потому что если он порвался, условно говоря, при пролете через эндоскоп, то, я согласен, наверное, это получается, по сути, письмин. Это не влияет на радикальность, но влияет на качество оценки. Ведь вот этот известный случай в эсбуке, который был выложен, когда вот такая малюсенькая опухоль, и неправильно ориентированная, и поврежденная, и дали там аденокарциному, в то время как трактовали ее, как гиперпластический полип, 5 мм. И R1 стоит по гистологии, потому что неправильно ориентирован препарат. Что дальше будем делать? Глазом все хорошо. Морфолог написал R1. А делать что будем? Последнее слово за морфологом. Согласен. В данной ситуации. Еще вопрос, по-моему. Да, там еще был вопрос. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, пару слов. Сколько человек у вас, сколько вы считаете достаточно морфологом? Одному, двум, трем смотреть один и тот же препарат. И есть ли у вас в лаборатории разделение по локализациям? То есть одна группа морфологов смотрит молочную железу, другая полуроктальная ракет. Ну, формально нет, но у нас двое патологов, которые по гастроинтестинальной патологии смотрят больше. И занимаются это даже во нерабочее время. А первый вопрос повторю. Все? Ну, вот формально нет, конечно же. У нас нет такого страны. Мы все можем смотреть. Теперь верно. Тогда можно, извините, ради бога, одну секундочку. Вы считаете, качество, и лучше к этому стремиться, что есть разделение по локализации? Всегда надо к лучшему стремиться. Но это хорошо, если будет? Конечно, это хорошо, потому что сейчас в нашей службе патологической анатомии, особенно в онкологии, очень много информации. И владеть, и постоянно читать новые данные можно только по какой-то одной специализации. И в Японии есть гастроинтестинальные патологи, в Европе, естественно. И других специальностей, да? Катерина Альберина, мне интересно все-таки предложение вопроса, что Марина Верина спрашивала насчет маркировки. Ведь нам интересна обратная связь, чтобы анализировать свою деятельность. Вот у нас, например, сейчас был случай, когда молодая девушка, мы нашли маленький очаг, два, вернее, маленьких по 3 мм очага, откуда пришел пресневно-клеточный рак. Мы трактовали как ранний рак, сделали диссекцию, но в момент уже в операционной мы нашли еще один очажок, уже чуть в стороне, не рядом расположенный. И, соответственно, если и это пресневно-клеточный рак, то есть это немножко уже другая история, это уже другие размеры опухоли, то есть, вероятно, здесь имеется какой-то там еще и подслистый рост. Для нас интересно понять, это действительно вот тот очаг, это пресневно-клеточный рак или нет, не сам факт, где он, есть он или нет, куда вырастает, а для себя понять, что это было. И вот здесь вот вопрос, как намаркировать конкретное место, которое мы видим. И вот, наверное, вопрос, что там, краситель, либо на какую-то, может быть, миллиметровку координаты А10 давать, как в морском бою. На вырезку иногда зовем врачей, показать. На вырезке иногда бывает уже по препарату, бывает сложно маленький, плоский найти. На подложке? Да, то есть, у нас вот, когда такие ситуации, то есть... Можете нарисовать картины. Да, то есть, мы на подложке, которую используем для расправления материала, прямо на ней иногда так ручечкой, там, стрелочкой укажем, еще, может, внутрь покажем. Тут... Как фантазия. Главное, чтобы понимали друг друга. Да, абсолютно. Вы со своими морфологами договоритесь, сядете, Екатерина Абертна. Интересно, как у них это построено. Импровизация. Видел такие варианты, когда делается фотография уже готового материала, вот эндоскопическая, потом она распечатывается отдельно, и уже ручкой... Ну вот, да, Екатерина Абертна и сказала, что есть айфон, я, правда, немножко расстроился, я на андроиде, понимаете? Не судьба подружиться с морфологами.